Я беру всегда ту музыку, которую я люблю. Я никогда не дирижирую то, что мне не нравится. Я точно знаю то, что я делаю. Здесь на сегодняшний момент это стопроцентный выбор. Это одна из моих, наверное, миссий. Мы иногда забываем вообще, где мы живем и что мы себе представляем. С максимальной отдачей, любовью и даже немного фанатизмом к своему делу и от своих подчиненных требуют не меньшего. Поехали, 6 до 19 вариаций. Раз и... Нет. Подождите, у нас же есть разница. Есть сфорцандо, генеральная пауза, пьяно. Сфорцандо, генеральная пауза, пьяно. У вас прямо одно и то же звучит. Та-та-та-та. Я-то-та. Та-та-та. Та-та-та. То есть каждый раз вопрос и ответ должен. Где? Сергей Свиридов бесконечно предан музыке. Классика, считают, полезна для всех. Она, в первую очередь, воспитывает душу и интеллект. И если это делать с раннего возраста и воспитывать детей на подобной музыке, мне кажется, что вырастет высокодуховное и высоконравственное поколение. Чем больше людей, тем больше энергетикой нужно обладать руководителю. Иначе как еще донести до коллектива в полсотни человек, как именно нужно играть ту или иную партитуру? Это балетная музыка в чистом виде. Только это такой хороший ответ весне священной Стравинского, да? Это же 20 век. А вы все как-то играете, как будто это все какое-то неживое. Живое все должно быть, все настоящее. У вас это все тит-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Непонятно, что вы играете. Вспоминайте, как мы играли месяц назад, Лиса. Помните этот день в своей жизни? Так вот, то же самое. Немножко такой дьявольщий надо сюда добавить. Не в злости, а такой, может быть, мистики какой-то. Как-то это все-таки нужно сделать по-другому. У вас это все неживое звучит, к сожалению. Я очень сильно извиняюсь, но меня ноты интересуют. Я думал, что все время не только что-то играет, а... Говорите быстрее. 746к. Сверидов дирижер строгий. Всегда требует от своих музыкантов максимальной самоотдачи. Духовики на замечания руководителя не обижаются. Ведь просто так Сергей Валерьевич их не делает. Каждая реплика попадает точно в цель. А как иначе? Ну вот представьте, 40 человек. Одному там поблажку давить, а третий на шею сядет. Как в армии. Дирижер должен быть строг. Авторитетен. Если он будет не строгий, не авторитетный, как бы к нему никто прислушиваться не будет. Во-первых. Во-вторых, это должен быть сам авторитетный человек в коллективе. Ну это как бы так и есть. Очень спокойный человек. Просто бывают периоды, когда оркестру нужна взбучка, чтобы он нормально заслуживал. Вот и все. Взбодритель, так сказать, коллектив. Ну, во-первых, я бы не сказал, что он слишком строгий или очень строгий. Он, в меру, справедливый, а с нами по-другому нельзя. То есть, как правило, все, что он говорит, абсолютно по делу, абсолютно музыкально и абсолютно верно. Все замечания, которые делаются и оркестру, и солисту, достаточно профессиональные и точные. Я считаю, что не строг. То есть, я думаю, обидеть никого нельзя. Можно только обидеться на какие-то слова, действия. Ну, я думаю, что все идет во благо. Во благо развития нашего коллектива. Во благо музыки, прежде всего. Дирижерская профессия отчасти диктаторская. Слабину давать нельзя. Если закрывать глаза на небольшие огрехи, то в конечном итоге фальшивить может начать весь оркестр. Я таким образом понял за время своего существования здесь, и проживая каждый день со своим оркестром, я понял, что это самый действенный метод из всех, которые я перебрал для того, чтобы достигать максимального результата. Поэтому я точно знаю то, что я делаю здесь на сегодняшний момент. Это стопроцентный выбор. Зачем теперь толкаете терки? Идите золотую из деревьев, играйте ровно. Неужели это так сложно? Так проходит генеральная репетиция перед концертом, посвященным дню рождения Сергея Васильевича Рахманинова. Главный принцип – ругать сегодня, чтобы завтра все прошло идеально. Но не только журить и наказывать. Без поощрений тоже не обойтись. Если у человека не просто все здорово получается, а он это делает с большой инициативой, с таким энтузиазмом, я стараюсь отдать все, что у меня есть, лишь бы этот человек остался по-настоящему доволен. Он должен чувствовать стимул за свою работу, проделанную, либо за будущую работу. И это тоже очень важно. В Ханты-Мансийск Сергея Сверидова пригласили 4 года назад. Его звали также и в другие города. Но столица Югры привлекла амбициозного дирижера предложением организовать полноценный симфонический оркестр. Правда, пока эта идея отошла на второй план. Приехав сюда, Сверидов стал художественным руководителем и главным дирижером Духового оркестра Югры, который тогда пребывал в плачевном состоянии. О нем мало кто знал. Артисты давали очень мало концертов. Репертуар был скудным. Первым делом Сергей Валерьевич увеличил численный и качественный состав музыкантов. Обеспечил им материальную поддержку. Благодаря, наверное, и в первую очередь нашему государству, и правительству округа, губернатору округа, и в данном случае концертно-театральному центру, это стабильность финансовая, что немаловажно, чтобы люди чувствовали себя уверенно не только на сегодняшний день, но и чувствовали уверенность и в завтрашнем, и в послезавтрашнем. Тем более, что на моих глазах это все происходит здесь и сейчас. У нас люди заводят семьи, женятся, выходят замуж, рожают детей. И, конечно, финансовая составляющая одна из основополагающих для них. Музыканты, давно работающие в коллективе, подчеркивают, между тем оркестром, что был 4 года назад, и тем, что сегодня настоящая пропасть. То есть, можно сказать, что это 100% другой оркестр, потому что тот оркестр, который я приехал, был другой. А что поменялось? Философия, то есть музыка, все вообще поменялось. А стало ли сложнее музыкантам? Может быть, даже легче кому-то стало. То, что, допустим, какую музыку мы раньше играли, какой репертуар, это было все ограничено какими-то рамками, такими вот. А сейчас мы, как сказать это правильно, даже не знаю, творческий воздух какой-то появился. То есть, интересно ходить на работу. Нету рутины. Сейчас концертный оркестр Югры в очень хорошей профессиональной форме. Коллектив за неделю может легко перейти с одной программы на абсолютно противоположную по стилистике и звучанию. Например, от Майкла Джексона до Сергея Рахманинова. Таким диапазоном может похвастать далеко не каждый коллектив. Выбор репертуара напрямую зависит от художественного руководителя. А он любит разноплановость и разножанровость. За то время, что Сергей Свиридов здесь работает, он уже организовал 42 концертные программы. И в следующем творческом сезоне обещает избавлять оборотов. Традиционно, наверное, что-то из цикла сказок с оркестром будет создано к Новому году. Может быть, это будет создан какой-нибудь мюзикл. Мне хочется отойти немножко от сказок с оркестром и создать что-то иное для юного зрителя, для массового зрителя, если можно так сказать. Но немножко отойдя в сторону от сказок с оркестром. С прошлого сезона осталась несыгранная программа «Космические Одиссеи». Есть современные композиторы, которые создают произведения на космическую тематику. В честь планет, галактик и звездных систем. Сергей Свиридов сам увлекается астрономией и астрофизикой. Поэтому такой проект вызывает у него особый трепет. Обещает, что постарается дать концерт в следующем году. Во всяком случае, музыкальный материал уже готов. Это не только потому, что мне это нравится или потому, что это интересная музыка, а вообще это смысл бытия человеческого. Мы иногда забываем вообще, где мы живем и что мы из себя представляем. Потому что мы живем на планете Земля. А планета Земля, она настолько маленькая, в самой маленькой системе, в Солнечной системе. То есть, если говорить вообще о понятии Вселенной в принципе, безразмерной, бесконечно нынешний момент, то каждый человечек на планете Земля – это вот маленькая-маленькая крупица. Вот когда я начинаю об этом задумываться, я понимаю, что как мало я делаю в этой жизни. То есть, все время хочется что-то создавать еще, что-то делать еще больше, но в том направлении, в котором я могу. Готовы? Литавры надо проверить? Проверили? Хорошо. А уже в мае состоится седьмой концерт из цикла «Концертный оркестр Югры представляет». Цикл тоже по-своему новаторский. Музыканты, привыкшие играть в группе, выступают на сцене сольно. Это помогает им взглянуть на своих коллег с другой стороны и повысить собственное мастерство, считает Сергей Свиридов. Ведь работа, которую проводит художественный руководитель, в первую очередь направлена на развитие оркестра. И всех музыкантов сразу, и каждого в отдельности. А совершенству, как известно, нет предела. Ну и, конечно, не менее важно для меня, чтобы моих героев, они все-таки герои для меня, потому что и терпят и нрав мои, и требования мои, и то количество программ и работ, которые проводятся ежедневно, чтобы их знали не просто в лицо, а знали по именам, по фамилиям. Вот такие вот они и есть. Вот этот человек сидит, вот там вот он играет на этом инструменте, а его зовут вот так, а еще он может играть солью. К концерту готовятся тщательно. Перед выступлением дирижер обязательно проверяет, как оркестр будет звучать в зале. А еще готовит фотослайды и видеосопровождение, чтобы зритель мог больше узнать о теме концерта и композиторе. Это одна из моих, наверное, миссий. Я должен доносить до слушателя, что вот именно вот этот человек, почему я всегда стараюсь делать видеопроекции, какие-то фотослайды, чтобы люди понимали на протяжении того времени, в котором они слушают музыку, они видели, как этот человек выглядел, чем он занимался, какой он был в быту, какая у него была семья. Это же очень интересно. Сергей Свиридов с детства увлекается разными жанрами музыки, причем не только академической. Видимо, отсюда и любовь к такой разноплановости программ. В репертуаре концертного оркестра Югры соседствуют серьезные произведения классиков и музыка из знаменитых кинофильмов. Ну, я всегда увлекался джазом, я занимался джазом, я увлекался и увлекаюсь до сих пор роком. И рок-музыкой, и тяжелым роком мне всегда очень нравилось. И я вырос на легендарных таких командах, как ACDC, Metallica, Iron Maiden и так далее. Это команды, которые вот с точки зрения профессионального моего движения вперед, как вот дирижера, дали мне феноменальное чувство пульса, метра и ритма. Ну, вот люди, которые понимают, о чем идет речь, они, я думаю, поймут, что я имею в виду в данном случае. Такие легендарные команды, как Pink Floyd, например, или Deep Purple, это то, что вот дало мне возможность создавать какие-то шоу определенные, с видеопроекцией, со светом, лазерное шоу и так далее. И причем продолжительность этих программ очень такая существенная. Два, два с половиной часа, три часа. Да, кого-то это утомляет, но это жизнь определенная, это отрезок жизни, который нужно прожить на сцене и передать его зрителю. Физически за дирижерским пультом он не устает даже спустя два-три часа. Поддерживать себя в форме помогает специальная гимнастика. Сергей считает, в работе нужно быть свободным и чувствовать себя легко, получать удовольствие от процесса. Сказать, что я устаю, нет. Морально, да, потому что я не могу дирижировать это опостредованно. Я не могу относиться к нотному материалу и к той или иной музыке, особенно которую я беру. А я беру всегда ту музыку, которую я люблю. Я никогда не дирижирую то, что мне не нравится. Поэтому мне кажется, что я должен относиться к этому с максимальной отдачей, с большим сердцем. И как ни крути, все равно ты устаешь просто с моральной точки зрения. Вот в этом отношении, наверное, да. Во время концерта могут возникнуть и непредвиденные ситуации. Кто-то ошибся, забыл ноты, мало ли что. Сергей Свиридов с подобным сталкивался не раз. Считает, в таких случаях главное сохранять самообладание. Задача дирижера оставаться непоколебимым, ни при каких условиях. Потому что если музыканты, они же как на лидеры на тебя смотрят. И если ты, да, если они почувствуешь, что ты сам не уверен до ужаса, в той или иной ситуации оркестр остановится. А это фиаско, в прямом смысле. Просто остановиться посреди концерта и развалить форму. Не знаю, прям для меня это действительно страшный сон. Я не преувеличиваю ни в одном слове. Это прям опасно. Сергей любит и сам встать в ряды оркестрантов, поменяться ролями с подчиненными. Так сделал и на одном из недавних концертов. Подобные перестановки полезны и самому дирижеру, он помогает посмотреть на происходящее другими глазами. И музыкантам они могут на себе прочувствовать все сложности руководства. Когда мы делали проект трибют Майкл Джексон, за пульт вставал музыкант нашего оркестра, помощник концертмейстера концертного оркестра Югры Андрей Вайгант. Это его по-настоящему был такой первый серьезный опыт дирижерский. И он подходил ко мне и говорил, что теперь я понимаю, что вы испытываете за пультом, когда говорите те или иные фразы. Он говорит, у меня еще хуже было в голове. Понимаете? То есть вот такой момент, когда мне хочется, чтобы все, кто сидит напротив меня, прошли через эту школу. Ощущения будут совершенно иные. Концерт отыгран на высшем уровне. Публика довольна. И сами музыканты рады результату. Но дирижер считает, есть еще над чем работать. Пусть оркестр и сделал качественный шаг вперед, останавливаться на этом нельзя. На сегодняшний момент это два момента. Первый – это максимальный высокопрофессиональный уровень, уровень звучания, выдержки, количество концертных программ и репертуарный план должен быть еще шире. И второе – это обширный гастрольный график этого оркестра. Он необходим для того, чтобы оркестр имел более широкую публику, широкого зрителя и имел стимул для дальнейшего развития. Вот это две вещи, которые для меня сейчас стоят на первом месте. Я обязательно этого добьюсь, мы обязательно вместе это сделаем. Но, может быть, еще пока не настало для этого времени. И он даже не сомневается в том, что добьется. Это просто еще один этап на пути Сергея Свиридова. И о Ханты-Мансийске, считает он, будут говорить не только как о городе с хорошо развитой спортивной сферой, а об округе как нефтяной кладовой. В стране и за ее пределами должны знать о талантах концертного оркестра и игры и способностях ее дирижера. Должны знать наших. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ